Здарова братва! Сегодня я сидел, пил чаёху и думаю, что же интересного снять сегодня. И давайте перейдём, сначала покажу то, что сделал. Так, сделали мне вот такие вот грили. Шесть пар будут такие грили. Осталось сделать отверстия и покрасить их. То есть это под мои 20-е динамики, под мои карты сделаны защитные грили. Так, это у нас нержавейка, полтора миллиметра. В принципе, ну тонковато, конечно, но для грили самое то. Два миллиметра было бы в идеале. Так, также от самой громкой студии мне пришёл RCA Hub, чтобы подключить 8 усилителей на басовое звено в семёрку. И вот так он выглядит. Кто не знает, что это и для чего, пишите, сниму и расскажу. Такая вот наклеечка. Наверное, заедет ко мне на бампер спереди. Будет смотреться, я думал, прикольно. Так, ну и давайте сама суть видео сегодня будет такова. Так, чё-то крутил. Гайки у меня от летия титаната. Там летий титанат. Балансировал. И подумал, не сделать бы мне ручку КПП из гаек. Вот такого типа. В виде кастета получается. Ручка. Так что сейчас едем в какой-нибудь строительный магазин. Покупаем гайки подходящие для этого. И думаем, как это всё установить на саму ручку. Так, я думаю, пару вариантов всего. Либо резьбовое соединение, либо сварка. Ну, сварка, я думаю, вряд ли. Так, ну ладно, там ближе к делу увидим. Ладно, погнали, поехали. Ну что, показываю, что купил. Так. Купил вот такие вот гайки. Так, это... Самое интересное, что пока выбирал... Самое интересное, что пока выбирал, перебирал, блин, забыл. Это М20 или М22. Так что, либо М22, либо М20. Вроде М20, если я не ошибаюсь. Так, вот такие вот гаечки. И посмотрев на ручку... То есть, вот ручка штатная, выкидываем её. Большая она нам не нужна. Так, пришёл к выводу, что вот такой вот удлиняющей гайкой, или усиленной, как она правильно называется. Здесь я уже резьбу нарезал. Здесь была убитая резьба 1,25. А на этих гайках 1,5, по-моему. И, короче... Как он называется-то? Который... Внутреннюю резьбу называется метчик. А который наружу не у болванка. Вроде как-то так. Ну, короче, болванкой нарезал здесь уже резьбу. То есть, вот так у нас будет до конца накручиваться. И вот так вот будут 4 гайки приварены. То есть, в принципе, вот такая рукоять. И, по идее, рукоять будет 1, 2, 3, 4. Где-то досюда. В принципе, рулю мешать не будет. Не знаю, кто увидел у меня на Nexie самурайский меч. Прикреплю видео в конце, можно посмотреть будет. Там, когда заднюю включаешь, так как задняя, как первая туда, ну, глубже. Немного левее, по-моему. Я уже забыл. На Nexie 100 лет не ездил. Да-да-да. Поднимаешь рычаг налево и до упора. И там практически вот досюда рукоять получается. Ну, в принципе, дело привычки. Буквально, не знаю, ну, день. И всё уже, ты уже ездишь свободно, без проблем. Так, ладно, сейчас свариваю. Свариваю это всё вместе. Сначала найду где-то сварить всё вместе. Свариваю всё это вместе. И ставлю, и смотрим, что получается у нас по факту. Так, ну, братва, что получилось? Так, снимаем, короче, штатную ручку. Так, вот штатная ручка. Снимаем её. Так, сразу извиняюсь, конечно, за сия действия. Сия действия. Короче, покрасил её в белый титан. Ну, так, типа, грунта. Будет в чёрном титане. И накручиваем ручечку. Вот такая ручка. Так, это что у нас? Вот нейтралка. Вот так на нейтрале всё это выглядит. Высота. Ну, задняя-назад, да, в принципе, не должна мешать. При заднем ходе. Ну, что, парни, кому понравилась данная ручка, поставьте обязательно лайк за старание. Я приведу, конечно, её немножко в другое состояние. И уже, наверное, при другом обзоре каком-нибудь чего-то другого покажу её. Так она вот такая, в принципе, получилась. С белым цветом я, конечно, немного поспешил. Но я думаю, со второго слоя будет интереснее выглядеть. В данном случае, в крайнем случае, в крайнем случае, я её просто зачищу опять же и покрашу по новой. Ладно, всем удачи, подписывайтесь на канал, ставьте обязательно лайк. Всем пока.